Здравствуйте! Тот же вопрос на доске. Как пишутся книги? В прошлый раз я, как-то больше, видите, вам говорил о Льве Толстом. Он примеры приводил на Анне Карениной, Пушкина вспоминал. Но такой вопрос, а как же всё-таки пишутся книги, обращали другие люди. Не вы, кто смотрите мои ролики, а другие люди к другим разным писателям. Была такая книжка, она была изнана в Ленинграде в 1930 году. Ну, небольшая книжечка, и она так и называлась «Как мы пишем». Ну, я постараюсь дать ссылку на эту книжку, сильно сомневаюсь, что вы её разыщете, но вдруг кому-нибудь повезёт, и он сможет её разыскать. В интернете я её не нашёл. И там, в общем-то, были заданы вопросы к самым разным писателям. Я вот выписался, кому именно, хотя их там значительно больше. Ну, я выписался Горького, Зощенко, Алексея Толстого, Тынянова, Константина Федина, Ольгу Форш, Вячеслава Шишкова. Ну, давайте здесь поставлю многоточие, там потому что были и ещё отвечающие на эти вопросы. И были эти вопросы составлены в виде такой анкеты. Ну, вот, чё сказать, в этой анкете надо ответить. А вопросы такого типа я приведу, но не все. «Каким материалом преимущественно пользуетесь? Автобиографическим, книжным, наблюдениями и записями? Когда работаете? Утром, вечером, ночью? Сколько часов в день? Техника письма, карандаш, перо или пишущая машинка?» Ну, компьютера тогда ещё не было, да? «Много ли вы вычёркиваете в окончательной редакции?» И ещё был такой вопрос. «Примерная производительность в листах в месяц?» То есть, видите, какие вопросы. Ну, ответы были самые разные. Естественно, один говорил, что любит писать по ночам, другой говорил, что любит писать с утра пораньше. Вот, люди рассказывали, как они устраиваются за столом, там, чашечку кофе ставят или там что-то ещё. Всё, яблочко погрызти, там такое писали. А одни говорили, что любят писать вообще химическим карандашом. Вообще, чтобы это был огрызок какой-нибудь, а если он хороший, большой, настоящий карандаш, то ничего не получается. Ну, а кто-то предпочитал сходу всё это печатать на машинке, а потом уже напечатанный текст как-то править и прочее. Ну, понимаете, на все вопросы я ответы приводить вам, естественно, не буду, потому что, во-первых, получится очень много, а во-вторых, на мой взгляд, это всё не очень актуально. А вот самым актуальным мне представляется такой вопрос, и его я обязательно, видите, тоже выношу на доску. Составляете ли вы предварительный план и как он меняется? Ну, меняется, естественно, в процессе работы. А почему я вот сакцентировал своё и ваше внимание именно на этом вопросе? Да потому что мы уже, в общем-то, в предыдущем видео говорили, отчасти говорили об этом, да, что, видите, Толстой замыслил одну, Анну Каренину, а получилась другая. Вронский вроде, ну, такой человек был, да, ну, лёгкого достаточно поведения, мягко скажем, а тут вдруг решает стреляться. Или Пушкина, ну, правда, со слов Толстого я вам вспоминал, когда вдруг Татьяна выкинула такой форт и взяла и вышла замуж за генерала. Ну, не замышлял Пушкин этого, так получилось. То есть, видите, если у этих людей, у Толстого или у Пушкина был готовый план перед тем, как написать, ну, один Евгений Онегин писал, другой Анну Каренину, то в итоге получилось нечто иное. Так вот, поэтому интересно, а как же другие вообще писатели вот на этот вопрос отвечают об этом предварительном своём плане, замысле и что с этим планом, замыслом потом происходит. И сейчас приготовьтесь, пойдут, в общем-то, цитаты, но мне хочется привести, я, на мой взгляд, на мой, естественно, субъективный взгляд, отобрал самые интересные. И вот, например, как ответил на этот вопрос Алексей Максимович Горький. Плана никогда не делаю. План создаётся сам собою, в процессе работы. Его вырабатывают сами герои. Нахожу, что действующим лицам нельзя подсказывать, как они должны вести себя. У каждого из них есть своя биологическая воля. Видите, как Горький это сформулировал. То есть вообще никакого плана. Ну, тут можно ему поверить на сто процентов, можно нет. У меня всё-таки присутствуют сомнения. План не план, но какой-то замысел. Ну, вот, я захотел он рассказать о жизни Клима Сангина. И он его бросает в события. События, ну, 905-го года по преимуществу. И что-то с ним происходит. Наверное, какие-то действительно конкретные события, поступки, которые там изображают Горький, в первоначальном замысле отсутствовали. Но вот личность, как он видит этого человека, помните там этот, был ли мальчик, то есть такой вот, ну, не вписывающийся, какой-то маленький, странный, чудной. И, конечно, жалко, что Горький не дописал этот роман, потому что это, я считаю, одно из его, ну, самых значительных произведений было бы в итоге, если бы он его закончил. Тут ещё надо одну вещь сказать. Видите, я, как всегда, всё делаю с опозданием. Ну, что поделаешь, так вот. Мысли приходят не так, как себе пишешь это в конспекте. Я уже сказал, что книжка вот с этими вопросами, на которую я сейчас ссылаюсь, была выпущена, вышла в свет в 30-м году. А ведь что такое 30-й год? Это, в общем-то, уже победивший социалистический реализм. Ну, реализм, ладно, более-менее всем понятно, о чём идёт речь. Я сейчас не буду приводить классического определения социалистического реализма, поскольку это, на мой взгляд, ну, просто что-то бредовое, так мягко скажем. А вот реализм, понятно, да, то есть вот изображать жизнь такую, как она есть, героев, людей такими, какие они есть. То есть не выдумывать, там, если человек, то у него рога на голове не растут, или там крылья за спиной и прочее. То есть вот взяты, вроде как, из жизни. И, естественно, события должны быть какие-то жизненные. А вот социалистически сразу накладывает некую рамку. Это уже идеология. То есть это некая концепция, некое видение мира, некое видение будущего. Тут и марксизм, всего классовой борьбы, и прочим, и прочим. И авторы, хотели они того или нет, были обязаны вот в это прокрустово-ложи как-то втискивать свои произведения. У кого-то это получалось нормально. Ну, если человек действительно разделял социалистические идеи, вообще считал Маркса гением, богом, и Ленина тоже с его трудами и прочим. То есть для него это было нормально, естественно. И он вот что-то такое творил. Но были и другие люди, которые видели мир иначе. И которые вот эту идею, доктрину, вот этой классовой борьбы, вот этой победы пролетариата и прочим, ну, не разделяли, не принимали. И они оказывались уже в ситуации, ну, какой-то заданности. И отсюда потом выросла масса самых невероятных сложных вещей. И появление СМС-дата, естественно, не в те времена, когда выпускалась эта книжка, а произошло это значительно позже. А в те времена получались другие вещи, когда человек писал книгу. Ну, того же Замятина возьмем. Я еще к нему вернусь в процессе вот приведения этих цитат. Когда он написал свою книгу «Мы» и не мог ее издать. И кончилось с тем, что человек уехал за границу. То есть, в общем-то, ну, убежал из страны. Поскольку, ну, как, ну, писатель и его книга – это нечто одно. Ну, и когда ее невозможно наиздать, когда она не может дойти до читателя, ну, для него это трагедия. А когда что-то начинало ходить по рукам. Видите, я забираюсь уже в более поздние времена. И то, что мы называем или называли тогда сам издатым. Ведь это тоже не очень гладко сходило с рук. Людей за это наказывали жесточайшими мерами. А у кого-то эти рукописи, которые ходили по рукам, уходили потом на Запад. И там их издавали. И, наверное, помните там процесс Даниэля Синявского. Если вы почитаете то, что издано было на Западе, ну, никакого криминала, поверьте, абсолютно. Ну, да, в реалистическую конвою это не вписывается. Это другая литература. Я сейчас не буду говорить хорошая или плохая. Другая. И вот только за сам факт, что это было издавна на Западе, люди отправились отбывать срока. И такая участь постигла многих. Но я отвлекся. Я просто подвожу к тому, что вы представляли, когда задавались эти вопросы. И поэтому ответы, я буду обращать на это внимание, иногда окажутся, ну, не совсем искренними. Ну, вот, например, обратились с таким же вопросом к Алексею Николаевичу Толстому. И вот его ответ. Я никогда не составляю плана. Видите, как и горький, да? Если составляю, то с первых страниц начну писать не то, что в плане. План для меня лишь руководящая идея, вехи, по которым двигаются действующие лица. План, как заранее проработанное архитектоническое сооружение, разбитый на части, главы, детали и прочее, бессмысленная затея. И я не верю тем, кто утверждает, что работает по плану. Писать роман, повесть, крупное произведение, значит жить вместе с вашими персонажами. Их выдумываешь, но они должны ожить. И оживая, они часто желают поступать не так, как вам хотелось бы. Видите, в 30-м году Алексей Николаевич Толстой мог ответить так. Если бы его спросили о том же, когда он работал над своим Петром Первым, то тут, я думаю, он бы уже кое-какие коррективы внес. Петра Первого, он писал по заказу Сталина. И заказ есть заказ. И надо было как-то вот укладываться в этот заказ, удовлетворить, в конце концов, заказчикам. Нет, Толстой, конечно, блестящий писатель, талантливейший писатель Алексей Николаевич. И его Петр Первый, все равно потрясающая книга, которую надо обязательно читать, надо знать. Но с другой стороны, тот же Алексей Николаевич написал драму «Хлеб». Ну, такая лизоблюдская вещь. Другого слова найти просто не могу. И просто читаешь и думаешь, что вот когда человек пытается приспособиться, талант оставляет его. То есть читаешь и не веришь, что это пишет та же самая рука, которая писала «Хождение по мукам». Опять же, первую часть, вторую, а третью снова с души воротит, когда приходится читать, что там вытворяет Алексей Николаевич Толстой. Но, тем не менее, видите, в 30-м году он отвечал на этот вопрос так. А вот ответ Евгения Замятина, видите, обещал, добрался и до него. Ну, Замятина, приготовьтесь, длинная будет цитата, но любопытно, как он обо всем этом рассуждает. «Нарезаны четвертушки бумаги, очинен химический карандаш, приготовлены папиросы, я сажусь за стол. Я знаю только развязку, или только одну какую-то сцену, или только одно из действующих лиц, а мне нужно их пять-десять. И вот на первом листке обычно происходит воплощение нужных мне людей. Делаются эскизы к их портретам, пока мне не станет ясно, как каждый из них ходит, улыбается, ест, говорит. Как только они для меня оживут, они уже сами начнут действовать безошибочно. Вернее, начнут ошибаться, но так, как может и должен ошибаться каждый из них. Я пробую перевоспитать их, я пробую построить их жизнь по плану. Но если люди живые, они непременно опрокинут выдуманные для них планы. И часто до самой последней страницы я не знаю, чем у меня, у них, у моих людей, всё кончится. Бывает, что я не знаю развязки даже тогда, когда я её знаю, когда с развязки начинается вся работа. Так было, например, с повестью островитяне. Знакомый англичанин рассказал мне, что в Лондоне есть люди, живущие очень странной профессией – ловлей любовников в парках. Сцена такой ловли увиделась мне как очень подходящая развязка. К ней приросла вся сложная фабула повести. А потому, к моему удивлению, оказалось, что повесть кончается совершенно иначе, чем было по плану. Герой повести, Кэмпбелл, отказался быть негодяем, каким я хотел его сделать. Вот видите, это вам замятие. И ведь роман «Мы» я о нём сейчас не буду рассказывать, поскольку он у меня в другом плане, в плане о утопиях и антиутопиях. Ведь там всё кончается, ну, ужасно. Хотя в процессе повествования мы вроде как видим, что этот герой перерождается, становится другим, эволюционирует. И вдруг так всё фатально обрывается в конце. То есть ты просто чувствуешь, что сам Замятин, ну, рыдал над этим героем, потому что было видно, что он его любит. Что он хочет, чтобы он вот вырос, вырвался из того кошмарного мира, в котором он живёт. А этот кошмарный мир, к сожалению, у цензоров вызвал ассоциации с тем миром, который вот должен был быть построен в силу социалистической идеи, вот этой самой концепции, вот этой уравниловки, вот этой потери индивидуальности, когда все одинаковые, все серые, все похожие. Ну, наблюдал-ка это в реальной жизни Замятин, и поэтому так и изобразил тот мир, фантастический, придуманный, утопический, но тем не менее, сдёрнутый, слепленный, содранный буквально с натуры, с этими стеклянными комнатами, где видно, что и кто делает, и вообще, ну, не хочу обращаться сейчас к тому роману, я просто ещё раз подвожу к тому, что, видите, здесь он говорит об островитянах, просто ещё к этому моменту «мы» не был написан, находился в работе, но вот взгляд Замятина на этот самый вопрос. Или, как отвечает, например, Вячеслав Шишков, тоже интересно. Писать ты начинаешь, конечно, по плану, но когда примерно четверть работы сделана, возникают сначала недомовки, потом и жестокие ссоры автора с героями. Автор сует в нос героям план «полезай сюда, вот в это место», а герой упирается, не лезет. Ещё один-то ничего, с одним-то героем не считаешься, упрячешь его в план, он и сидит, как за решёткой. Однако мало-помалу начинают заявлять свой протест и прочие действующие лица. Они так пристают, так с тобою спорят, утверждая своё право на независимое существование, что по ночам не спишь, теряешь аппетит, надолго запираешь рукопись в рабочий стол. А всё-таки этот спор на большую пользу. Из спора и столкновения автора с героями летят искры, озаряющие дальнейший путь творимой жизни. Родится истина. Всем вышесказанным я в самых грубых чертах хочу установить, что в процессе работы возможны, вернее, неизбежны конфликты между холодным математическим рассудком автора и сферой истинного творчества. При таких конфликтах внезапно вспыхнувшее умственное озарение указывает автору иной путь, часто в корне отличающийся от преднамеренно составленного плана. Видите, до чего доходит у некоторых авторов? То есть просто до конфликта. И здесь волей-неволей я снова вернусь к этому 30-му году. Ведь что произошло с литературой вообще? Она отчасти покорилась той навязываемой доктрине. Кто-то, как я сказал, смог вписаться. Кто-то искренне верил в эту доктрину. И посему ему было вроде как легко. Но если перенестись с литературы на жизнь, то оказывалось нечто аналогичное. Вот о чем мне сейчас хочется вам сказать. Ведь посмотрите, был составлен план, как надо построить счастливую жизнь вот в этом социалистическом и когда-нибудь в будущем в хуманистическом обществе. То есть план предвосхищал реальных героев. А кто такие реальные герои были? Да люди, живые люди, которые жили в этом мире, в этом обществе. И они, в силу того, что они живые, в план часто не вписывались. Многие не вписывались. И чем дальше, тем больше становилось таких не вписавшихся. И в конце концов план оказался какой-то мертвичиной. И поэтому, когда начинают говорить, вот там развалился СССР, что вот не должно было этого случиться, обязано было случиться. Именно в силу вот этого плана, в силу вот этой доктрины, которая подавляла личность. Поскольку человек вот живет по каким-то своим законам. Нам может это нравиться, не нравиться. Люди разные, идеи разные, мысли разные, поступки разные. Но жизнь есть жизнь, и она не поддается, вот когда ее запихивают, как скажет Шишков, в клетку. Она из этой клетки хочет вырваться. И что тут любопытно, я надеюсь, вы уже сами обратили на это внимание, что из тех ответов, которые я вам привел, ну, опять на ум приходит Пушкин. Опять на ум приходит Толстой. Ведь и они говорили точно о том же, да? Вот Татьяна поступила не так, как Пушкин планировал. Анна Каренина оказалась совсем не такой, какой ее хотел увидеть Толстой. Но Пушкин и Толстой могли себе позволить такую вольность. А вот советские авторы, то есть советские, живущие в советские времена, отнюдь не все могли это сделать. И происходили страшные вещи, трагедии, порой, происходили. Но что любопытно, тут Мандельштам интересно на этот счет высказался. Когда его тоже спросили, вот, а как он относится к людям, писателям, авторам, которые пишут по плану, то он их назвал сначала оформителями, а потом еще точнее выразился переводчики готового смысла. То есть, вот вам смысл, а вы его переводите на слова, буквы, предложения, фразы. То есть, с точки зрения Мандельштама, естественно, что это никакого отношения к литературе, к художественному творчеству не имело. Видите? И его точку зрения я вам высказал. И тут дальше я вам сейчас еще вот о чем наметил рассказать. Это уже не ответы на вопросы, но все мы знаем такого великого писателя, известного писателя Фадеева, который написал роман «Молодая гвардия». Сегодня даже в мои времена такое издательство, редакция существовала в Москве, так называлась «Молодая гвардия». И роман этот был, в общем-то, написан по заказу. Я хочу тут вот что сказать. Фадеев талантливый на самом деле человек. И начал он как талантливый писатель. Его разгром, блестящая книга, трагичная книга. Но это книга, понимаете? А вот сейчас я начну говорить о «Молодой гвардии» и приготовьтесь, что будут звучать другие тона и интонации. Ну, во-первых, заказ. Фадеев уже к этому моменту возглавлял союз писателей, то есть был таким большим, солидным чиновником. Оставаясь писателем, все-таки был большим чиновником, как я сказал. И когда ему спустили заказ Центрального комитета комсомола, ну, попробуй, откажись, не выполни. И ему, значит, предоставили материал. Произошло это, еще война не успела закончиться. Это случилось в 43-м году. Ему предоставили материал вот об этих краснодонцах, об этих молодогвардейцах, ну, молодых парнях, девчонках, ну, которые вот в состоянии оккупации боролись с немецкими фашистскими захватчиками. Видите, вот, проговариваю какие-то, может быть, кому-то покажутся такие общие слова, но это действительно так. И на самом деле подобного рода движений, подобного дела борцов, партизан, ну, много было. И я не хочу сказать, что само событие, которое освещает Фадеев в своем романе, что это ложь, что это вымысел, ничего подобного. Я в данном случае, ну, не знаю, есть действительно документы, материалы, я доверяю тому, что там написано. Действительно, имела место вот такая организация, она действовала и прочее. Но, ну, когда есть задание, соответственно, есть план. Надо сказать про это, про то, про третье, про десятое. И Фадеев выполняет это свое задание. И, в общем-то, как я уже сказал, что вот в 43-м году ему были предоставлены материалы, и очень быстро он эту книгу написал, мастеровитый человек, справился, и книга вышла в свет, и была удостоена Сталинской премии. Вообще, огромнейшее количество писем, отзывов читателей, в общем, восхищения дальше некуда. Блестящая книга, шедевр, так далее, так далее, так далее. И пошла целая волна по всей стране, спектакли стали ставить по этой книге, фильмы снимать, знаете, существуют фильмы. Герасимов снял, кстати, хороший фильм, актеров там блестящих нашел. То есть, после этого фильма они стали именитыми, настоящими актерами. Но не буду сейчас отвлекаться на кинематограф. И вот вдруг после всего этого происходит нечто. Газета, значит, ну была такая газета «Культура и жизнь», ну ладно, это не на первом плане газета, была газета «Голос ЦК КПСС», правда. И в этой правде вдруг появляется разгромная совершенно статья, даже не одна. И там, ну и в «Культуре и жизни» тоже. И, значит, там обвиняют Фадеева, вслушайтесь, в чем? В том, что изобразив вот этих вот молодых парней, девчонок, краснодонцев, которые сражались и погибли, в общем-то, в этой борьбе. Так вот, недостаточно показана оказывается роль руководящей, естественно, партии. Как же это вообще Фадеев мог допустить такое упущение сделать? То есть, все, и книгу обругали после уже Сталинской премии, после всего. Ну, вы чудесно понимаете, что такое было возможно только когда сверху было дано разрешение, поскольку газет «Правда, что попало» не печатает, не печатало во всяком случае, да? И вот этот секретарь Союза Советских Писателей, Александр Фадеев, что вы думаете? Принимает все эти замечания, садится и переделывает, переписывает свою книгу. Она и сначала была написана, как я сказал, по заказу, по заданию. И тем не менее, все-таки, все-таки это была книга. Ну, я не знаю, достойная ли тех высот, на которые ее вознесли, но это была книга. А вот когда ее Фадеев переделал, он ее испортил. Он даже сам как-то в какой-то частной беседе обронил такую фразу, ну, вот мне попалось, я нашел, перерабатываю молодую гвардию в старую. Это вот Фадеев лично сказал какому-то своему другу. Испортил книгу. Но, тем не менее, вот сделал по плану, то есть совершил все то, о чем из тех самых ответов на вопросы, цитап, которые я вам привел, те авторы, Алексей Толстой, Шишков, Горький, не делали. Понимаете? То есть герои-то живые. Они должны жить своей жизнью. Они должны выламываться из клетки, в которую загоняет их автор. Да, это конфликтная ситуация. И настоящий автор, большой писатель, отдаст предпочтение героям. Уступит. Что-то изменит, что-то переделает, но уступит в конце концов. А вот Фадеев навязал. И, ну, тут я уже не могу удержаться, чтобы Зощенко не процитировать. Когда он прочитал эту книгу, как ее написал Фадеев, переделанную, сказал, ну, это диктант. Вот так высказался Зощенко. Но вернусь все-таки к той книжке 30-го года, потому что не все авторы отвечали так, как вот в тех цитатах, которые я вам привел. Был, был, есть, в общем, тоже остался. Это Константин Федин. Так вот, Федин написал такой ответ. Привожу. Перед началом работы я составляю ее план. Если пишется рассказ, то на двух-трех листках бумаги я размечаю по главам или частям весь его сюжет. Отдельные эпизоды, коротко записанные, дополняют, иллюстрируют основную разметку. Финальное положение записывается точно, часто заранее устанавливается окончательная редакция последней фразы. План рассказа во время работы меняется редко. Мысленно я вижу рассказ совершенно законченным. Зная его общий размер, объем каждой главы, Весь труд сводится к поискам наилучшего словесного выражения уже существующих образов. Помните предыдущее видео? Я начал с такой преамбулы, и там, так, к слову, вспомнил Рене Клера, который бросил фразу «Фильм готов, его осталось только снять». И там же высказал сомнение, что Рене Клер, в общем-то, это высказал, скорее всего, для красного словца, поскольку едва ли сам следовал такому взгляду, вот, такому подходу к своему творчеству. А вот, видите, оказывается, я не думаю, что то, что ответил Федин, это ради красного словца. Да, действительно, вот так создавал он свои книги, свои романы. И тут имел место такой курьезный эпизод, поскольку Федин очень четко вписывался в установленные рамки, как надо писать, видите, по плану все делал, и идеи все у него были правильные, выверенные, по соответствующим текстам, то его, естественно, публикование. Ну, а поскольку опубликовать такого маэстро, признанного мастера, уже тоже там засыпанного наградами, почестями и прочим, ну, классика. И просто в новом мире однажды произошел такой забавный эпизод. Вот Федин туда прислал, я уж не помню, какой именно, но какой-то из своих рукописей, рассказ, повесть. И, значит, его, естественно, опубликовали, все нормально. А потом запросили какую-то критику, какой-то отзыв, и надо было это сделать очень быстро. Там даже какое-то сборище писателей было, и надо было выступить вот с докладом, что-то такое рассказать. И обратились к редактору, ну, который помещал эту рукопись в журнал. И оказалось, что редактор не готов делать такой доклад. Он, раскрыв широкие глаза, сказал, а я не читал. И тогда все удивились, ну, как это ты опубликовал повесть, а не читал. Он говорит, ну, а какой смысл читать? Это же классик, поэтому ни редактировать, ни корректировать, ни что-то там исправлять нельзя. Значит, все равно оно пойдет, поскольку, если я скажу нет, то я завтра лишусь работы. Я его и передал в набор, вот набрали и напечатали. Ну, я не знаю, дошло ли до Федина это, но говорит само за себя. До чего можно довести литературу, вот попробуйте назвать это искусством, да? Ну, видите, если Зощенко назвал это диктантом, то, помните, Мандельштам назвал это переводами готового смысла. То есть, да, если взята готовая идея, готовый смысл, все есть, то дальше, что называется, дело техники. Ну, грамотой владеет человек, абзацы, предложения выстраивать умеет. Ну, образы создавать, в общем-то, тоже по каким-то канонам научился. Многому можно научиться. Помните, в предыдущем видео я пел дифирамбы тому, чтобы, да, для того, чтобы голос звучал, его надо поставить. То есть, надо учиться петь. Для того, чтобы слушать, как играет какой-то выдающийся музыкант, надо учиться слушать, потому что не всякий слышит, если он не учился, то вот с литературой можно и переучиться, и доучиться до того, что научишься делать. Но то, что ты будешь делать, это будет нечто сделанное. Но искусством, литературой, с точки зрения Мандельштама, с точки зрения Зощенко, и с моей точки зрения, являться не будет. И такой литературы, к сожалению, существует очень и очень много. И что поделаешь? Это, как говорили Стругацкие, не бывает, говорит, хорошей литературы и плохой. Бывает литература, и бывает макулатура. Ну, видите, это я уже по памяти, поэтому не ручаюсь, что процитировал точно, но то, что мысль Аркадий высказал именно на такую, за это ручаюсь. И вот здесь я хотел поставить точку. То есть, в общем-то, вот как надо относиться к писанию книг, к написанному, или к тому, что ты пишешь и прочее. Я думаю, подозреваю, что кто-то ждал, что я начну говорить о стилистике, о том, как строятся предложения, о том, как лепятся образы и прочее. Ну, понимаете, это уже начинается, ну, что-то вроде школы. Я не хочу сказать, что я не могу этого сделать, и это, наверное, сделать можно. Но я тут начинаю сомневаться на предмет того, что это может оказаться уже не очень интересным, ну, худо-бедно широкой аудитории. Я понимаю, моя аудитория, это не миллионы человек, а 300-400 зрителей, но, тем не менее, даже им это может показаться чем-то лишним. Это раз. А во-вторых, такие вещи уже всё-таки делаются по какой-то конкретике. Если кто-то что-то пишет, что-то сочиняет, пытается, какие-то мысли вынашивает и прочее, то советы тут какие-то подавать можно только в одном случае, когда ты берёшь в руки текст и бежишь по нему глазами и что-то исправляешь, что-то подсказываешь. Я не люблю как раз исправлять. Я пытаюсь подойти всегда с другой точки зрения, что как бы там ни было это сделано, есть удача, есть провалы. И вот если человеку указываешь на его удачи, то он потом научается и провалы подтягивать под то, что ему по-настоящему удалось. И тут у меня, видите, вроде как и закончил, возникла ещё одна тема. И мне представляется, что, наверное, на эту тему тоже надо поговорить. И я, наверное, уже это сделаю не в этом видео, а в следующем. Дело в том, что затрагивал я уже эту персону, эту личность, этого писателя, большого писателя, великого, даже этого слова не побоюсь, это Александр Исаевич Солженицын. Человек невероятно сложный, взгляды которого на каком-то этапе я разделял, на каком-то этапе перестал разделять, причём, так сказать, ну, категорично перестал разделять. Но, как я уже говорил, видите, и сейчас повторю, что несовпадение взглядов, несовпадение позиций отнюдь не означает, что художник, сотворивший то или иное произведение, а я, предположим, вижу то, о чём он говорит совершенно иначе, отнюдь не подталкивает меня к мысли или не означает, что это плохой, слабый художник. Нет. Солженицын большой, великий художник. Но, как я уже сказал, вот с его взглядами у меня есть серьёзные разночтения. Но я под другим углом заговорю о нём, а сейчас просто вот только намечу тему. Дело в том, что Солженицына в какой-то момент начали печатать. Ну, один день Иван Денисович вышел, вообще чуть было Ленинскую премию не получил, но не получил. Ладно, не буду сейчас об этом. И в силу того, что вот он как бы вышел из-под поля, и его рукописи не то чтобы пошли по рукам, он отвёз их в тот же Новый мир, Твардовскому, чтобы их напечатали. Это имею я в виду тут. Рассказы там опубликовали, не буду сейчас на них, а туда же он привёз в Круге Первом, и туда же он привёз свой раковый корпус. И тот и другой роман обсуждался на открытом заседании Союза Писателей, в Доме Литераторов и прочее. Но вот это подпольное сознание Солженицына и тогда даже сработало. И вот его в Круге Первом, в том варианте, в каком его всё равно не опубликовали, и в каком он ходил по рукам, и в каком его читали в самоиздате, и в каком я его в своё время читал, очень и очень отличается от того варианта, который он издал уже потом, уже после перестройки, уже после того, как он вернулся в Советский Союз, в Россию. И эти разночтения, они принципиальны. То есть это на самом деле вроде бы под одним названием два совершенно разных романа. И вот там поговорить на тему, насколько герои соответствуют замыслу автора, и насколько автор властен над своими героями и прочее, это просто, ну, благодатное поле. Поэтому давайте я здесь закруглюсь, я сейчас попрощаюсь с вами, а следующий ролик тогда, видите, обещаю о Солженицыне, и конкретно о его книге, романе в Круге Первом, а вернее о двух ипостасях этого романа. А сейчас, до свидания, всего хорошего.